20 минут о том, что имеет полное право называться красивым, свежим выпуске программы Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Яркие моменты двудневного фестиваля в репортаже Beauty Time. Лонг фэшн уикенд на этот раз был посвящен женственности. С одной стороны, тема лежит на поверхности, ведь большинство подобных показов, конкурсов молодых дизайнеров и локальных фестивалей моды, как правило, представляют именно женскую одежду. Но в данном случае зрителям предложили взглянуть на моду шире. Женственность, каждый сезон, она меняется, дополняется какими-то элементами, деталями, поэтому женственность – это, наверное, тирея современности. Для меня женственность – это что-то нежное, это какие-то розовые цветы, нежные оттенки, пастельно-голубой, нежно-зеленый. Женственность – это какое-то тепло и любовь. У каждого женственность выражается в чем-то своем, то есть в моем понимании это, да, это какая-то загадка, это, возможно, немножко дерзость, это, опять же, где-то скромность, то есть это вот какая-то грань, ну, дерзость и скромность. Про женщин здесь было абсолютно все, начиная от дресс-кода, заканчивая фото-выставкой, с трогательными глубоко личными историями, а также арт-перформансами с участием художников, актеров и музыкантов. Тема женственности я на самом деле готовилась, потому что я считаю, что современная женственность – это сочетание силы и женственности. То есть мужчина рядом с собой хочет видеть, на мой взгляд, сильного партнера. Пиджак – это то, что характеризует силу и очень легкая такая юбочка, может быть, легкомысленная где-то. Это простота, элегантность и доброта. Мой образ – сегодня тоталбеж. Вот, решила выбросить женственность силуэт – брюки, прямые стрелка, жакет и топ. Вот, очень круто смотрится, очень женственно, мне очень нравится. Это сочетание нескольких – это и, а, должно быть действительно женственность, мягкость, и, б, это все равно какой-то внутренний стержень о том, что я есть, я красива. Мое мнение, что женщина любая красива. Женственность для меня глубже, чем просто одежда, но через одежду я ее в том числе выразила, потому что я увидела это платье, поняла, что нежная ткань – это как раз об этом. Оно немножечко спало у меня с одного места, и я подумала, что я похожа на богиню, поэтому решила в таком образе предстать здесь. Один из трендов современной действительности в том, что женщина сегодня разная. В любом состоянии, возрасте, в любой комплекции, с любыми интересами и убеждениями она имеет право быть принятой. Тема нашего УФВ – это женское, женское начало, и мы показываем то, что каждая женщина любой национальности, она может быть красивой, она может быть модной. В этом сезоне мы представляем коллекцию, немножко она похожа на восток, то есть девушки с востока, то есть моду мы адаптируем как раз таки вот в повседневную жизнь и ритм наших девушек. Мы в стиле всего лонг-фэшна, то есть у нас женственная летящая воздушная коллекция, дополненная такими сдержанными красками, местами сдержанными образами, но у нас есть на каждом показе свои отличительные фишки. На наших моделях вы сегодня сможете увидеть образы в единой концепции. Концепция будет заключаться в головных уборах, вот таких вот, которые мы сделали своими руками. Получается, образы будут у нас в черных, серых и синих оттенках. Образы были также дополнены украшениями. Украшения в основном идут в серебристой гамме. Это серьги и будут также повязки. Мастер-классы и лекции, маркеты и шоу-румы, двухдневная программа фестиваля оказалась очень насыщенной, но больше всего внимания гостей было приковано к коллекциям. Нам понравилась тема и концепт, она очень отзывается с нашим. Наша коллекция, в первую очередь, экспериментальная. Наша задача была показать возможности ткани, которые мы создаем своими руками. Это шерсть, шелк и натуральные волокна. Нам хотелось, чтобы она была достаточно яркая, чтобы она была сочная, чтобы она подчеркивала женственность, историю, напоминала о том, что такое женщина, что женщина это не балахон, что женщина это приталенные силуэты, что женщина это цвет, женщина это подача. Нам хотелось сочетать фактуры, цвета, различные орнаменты, чтобы женщина была как произведение искусства в центре вот этой одежды. То есть женщина в центре, внимание, одежда, а не одежда. Коллекцию я отшила специально к этому показу. Коллекция соответствует основному тренду предыдущего сезона. Это образ Барби. Это розовый, фуксия, лиловый, сиреневый, ярко-голубой. И нарочито такое девичьи образы. Рюши, бантики, оборочки, пышные юбки. Наша коллекция это своеобразное пересмотрение наших страхов будущего и всех тех страхов, которые случатся буквально завтра. И то, что мы даже не особо задумываемся, а на самом деле это будущее уже наступило. И вот, в общем, все, страна же коллекция. Поэтому мы используем пересмотрение арт-эстетик, типа 3D-моделей, типа виртуальных инфлиенсеров. Это, наоборот, все про больше не секс-эстетику. И мы не сходились от культурной идеи того, что мы должны рассматривать мужчин и женщин отдельно. А у нас это все довольно-таки уровнено. Особый интерес в подобных показах вызывают коллекции, которые приехали издалека. Дизайнер Зейли живет и работает в казахском Алматы. Это одежда для таких достаточно скромных женщин. Но у меня в стране и в городе 50% моей клиентуры – это такие же попрытые, как и я. 50% женщин других конфессий, предпочитающих скромную одежду. Длинные изделия в пол, вот это все такое воздушное, летящее, оно не может быть неженственным. Я думаю, что это то, в чем изначально ходили все наши в то время прабабушки. И изначально одежда была таковой. И поэтому на сегодняшний день она актуальна. И актуальна во многих странах Европы. Очень многие именитые бренды создают такую одежду. Поэтому моя одежда, она и есть женственность. Тренд «Бодипозитив», о котором сегодня не говорит разве что ленивый, также нашел свое отражение в программе «Лонг фэшн уикенда». Бренд из Омска «Апдизайн» открыл показ коллекции больших размеров. Это моя первая коллекция, наверное, это самое важное. Сегодня на ЛФВ состоится, в общем-то, мой дебют как дизайнера. Я очень надеюсь, что очень рассчитываю и хочу, чтобы сегодня гости оценили мой труд, мою любовь к женщине, которую я вложила в эту коллекцию. И назвала ее «Black One» как такую основу, как черный квадрат. То есть то, с чего все это начинается. Я очень хочу, чтобы сегодняшний праздник подарил хорошее настроение не только женщинам, у которых размер 42-44, но дал понять, что мода – она для всех. И сегодня это еще одно доказательство, еще одна яркая иллюстрация того, что мода – это прекрасная, интересная игра, в которую может играть все, она доступна для всех. О роли современной женщины в этот вечер задумались многие. Некоторые из них поделились своими мыслями вслух. Современная женщина. Во-первых, женщина умная, женщина мать, в первую очередь, да. А потом надо иметь свой стиль, не смотреть на все времена, на какие-то веяния. Современная женщина – это женщина, принимающая себя полностью, со всеми своими плюсами и минусами. Мы все не идеальны. И поэтому самое главное… Ну, я не знаю, что такое современная женщина. Для меня женщина в целом – это полное принятие себя. Потому что женщина прекрасна во всем, даже в своих каких-то минусах. Поэтому принятие себя – самое главное. Современная женщина, она, наверное, объединяет в себе и женственность, и силу, и доброту, и добродетель, и сочувствие, наверное. И в целом, современная женщина стремится к совершенству. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас «Имидж-клуб Светлана» объявляет набор в проект «Модель Икс Плюс». Подробности по телефону – 263-57-37. Стильно и элегантно, строго и со вкусом, в тренде и с характером – все это про одежду бренда «Мэдди Арт». Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. «Мэдди Арт» – гарантия восторженных взглядов. Макароны могут быть полезными. «Макфа» – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. «Макфа» – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. На протяжении веков жемчуг считался символом роскоши и благородства. В наши дни у этого драгоценного материала органического происхождения целая масса ассоциативных характеристик. Что интересно знать о натуральном жемчуге и что сегодня создают из него дизайнеры – смотрите прямо сейчас. Жемчуг считается первым украшением человека. На протяжении тысячелетий этот минерал сохраняет свой драгоценный статус, а его уникальность в том, что он не нуждается в дополнительной обработке. Каждая жемчужина – это живое существо, возникшее и выросшее в организме моллюска. «Чаще всего рождается белый жемчуг, а реже всего черный и голубой. Зависит от пигмента раковины устрицы-жемчужницы. Вот какой у нее пигмент, такой получается цвет. От температуры воды в море и от концентрации соли тоже. Вот от этого зависит цвет жемчуга». Белоснежно-белый вид жемчуга произрастает в Японии и Австралии. Как раз в этой коллекции представлены жемчужины Кимберли, названные по месту их происхождения. «Это такие труднопроходимые места, где много диких животных, куда очень трудно добраться. И он на глубине, в открытом море, там растет в раковинах-жемчужницах. Задействовано на процесс выращивания жемчуга 600 человек. Для того, чтобы его вырастить, моллюска сначала вживляется в раковину. И там маленький-маленький такой шарик перламутра обрастает все крупнее и крупнее год за годом. Вот говорю, что 3-4 года. И получается вот такой уникальный жемчуг, его не очень много. И если вы его поднесете, вы можете увидеть свое отражение. Просто вот свое отражение увидеть. Тем и уникальнее этот жемчуг, он как будто бы зеркальный. Золотой жемчуг добывается на Филиппинах. Его особенности в том, что чем он ближе к золотому, тем он дороже. И чем он больше, тем весь жемчуг, чем крупнее, тем дороже. Также очень долго произрастает. Он тоже несколько лет растет для того, чтобы не просто 2-3 раза был обнесен перламутром, а чтобы изначально весь был перламутровый, прозрачный. Черный жемчуг добывается в Полинезии. Он бывает светлого оттенка, бывает темного оттенка. Чем темнее жемчуг, конечно, тем он дороже. Жемчуг часто ассоциируется с благородной классикой. Но современные дизайнеры выходят за грани консервативности, реализуя весьма смелые свои замыслы. Во многом этому способствует разнообразие форм. Жемчужины неправильной формы называют барочными. А такая форма полусферы – это жемчуг мобе. Особым способом выращивается он не кладется внутрь устрицы-жемчужницы, а он именно на стеночки кладется и выращивается именно на стенках. Поэтому получается вот такая вот половинка. В ювелирных украшениях джемчуг элегантма соседствует с бриллиантами. Его красоту и блеск подчеркивают белое и лимонное золото. Не менее эффектно черные жемчужины смотрятся в темном радированном металле. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик – частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно, одевайся легко, одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на «Соник Ривой 30» и «Пушкина 65». Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм». 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова